приветствую на канале взломостойкие дверей сейфов компании монолит мы находимся на нашем производстве и сегодня мы поговорим о очень нестандартной очень необычной двери мы поговорим о ней в сравнении с моделью мускул которая на нашем сайте представлена то что было в одни в одном из наших недавних видео мы представляли говорили о двух дверях это модель оптима была и модель монолит которая шла за моделью оптима внутреннего открывания они были обе собраны в единый дверной блок и установлены в один дверной проем то есть они несли общую защитную функцию защитную функцию как вот подбор отмычками от взлома силового от запахов звуков сквозняков то есть это две двери которые направлено были на общие защитные свойства значит вот это вот это чудовище назовем это дверь то есть это металло-чудовище которая включила в себя полноценную нашу модель мускул то есть вот этот вот это полностью контур это наша полноценная модель мускул которая им включает себя два замка защиту калеными пластинами 12 миллиметров так далее так далее об этом я скажу то есть вот данный дверной блок лежит это модель мускул и только в данном случае еще в навнутом нет то есть на внутри контр был добавлен контур с моделей стена то есть на нашем сайте эта модель стена идет как сама старше и в принципе то есть она как правило для для условий квартиры она не скажем так не подлежит то есть ну нельзя установить модель стенах квартиру и чтобы это было удобно чтобы это имело хорошую звукоизоляцию, герметизацию, чтобы это там могли пользоваться этим дети. То есть, как правило, модель стена это узкопрофильное направление, то есть уже именно в каких-то частных хранилищах, в каких-то офисах закрытого типа, в каких-то, скажем так, сейфовых комнатах. Поэтому в данном случае эта дверь ставится в квартиру, поэтому она была адаптирована для того, чтобы ей можно было пользоваться в условиях квартиры. Там, скажем так, под видео были комментарии, что, мол, две двери, две двери, это уже получается каменный век, то есть, ну, уже там есть сигнализации, ставящиеся на замки, то есть, открыл замок, сработала сигнализация, плюс вторая сигнализация. Это понятно, то есть, ну, это, как бы, это не каменный век, я думаю, в 80-х, 70-х годах, ну, такое можно было сделать. Тут, как бы, ну, никакой новинки в этом нет. Ну, как в 70-х, так в 80-х, так и сейчас, в любом случае, ну, когда рассчитывается максимально возможный, скажем так, уровень защиты, то он всегда разбрасывается на несколько дверей. То есть, ну, любой, ну, скажем так, если рассмотреть, скажем так, банк, либо какое-то там, ну, учреждение, в котором, ну, сохранятся крупные суммы денег, ну, там же не экономят, там не ставят одну дверь, а все остальные там пластиковые двери. То есть, как правило, ну, ставится наоборот. Ну, единственное, ради чего стоит первая дверь, это ради того, чтобы там она сработала, сработала сигнализация. Ну, безусловно, это так. Ну, безусловно, то есть, это, скажем так, функции, это произвести сработку, но у нее идут дальше функции. То есть, ну, вот ее очень немаловажная функция, это то, что первый дверной блок, который ставится перед более мощной дверью, этот дверной блок, он не позволяет, как изучить, вот, вторую дверь, которая более мощная, он не позволяет ее повредить. То есть, ну, вот это тоже очень важный параметр, который, ну, на самом деле, ну, то есть, добиться его вот так вот, ну, по-дешевому и просто, то есть, ну, это практически нереально, то есть, ну, и при этом там какое-то сохранить удобство. Поэтому, как правило, нужно ставить первая дверь, и только за ней ставится более мощная вторая. То есть, в данном случае, вот мы рассматриваем, мы условно получили бюджет двух дверей, то есть, в одном из прошлых наших видео, возможно, прикрепим ссылку на это видео, вы можете просмотреть, там, где говорится о модели Optima, как первой двери, которая послужит сигнализатором, скажем так, и модели Monolith, которая будет уже нести максимально возможную защитную функцию, то в данном случае, то есть, бюджет тех двух дверей, он меньше, чем вот эта одна дверь. То есть, ну, он меньше, ну, реально, то есть, он меньше, скажем так, ну, в разы он меньше. Так вот, несколько слов о данной двери. Данная дверь, это, как я уже сказал, это наша модель Mouskul, которая включает в себя два замка, то есть, один из них, это замок Chaser Evolution Pro, который защищен 12-миллиметровыми калеными пластинами, в котором установлен цилиндр EVO MCS, это, ну, максимально возможный уровень, скажем так, защиты, который можно получить от цилиндрового механизма. И опять же, защиты, не только, как бы, мы рассматриваем защиту, там, от, там, от того, что там ее не придет, жулик не откроет, то есть, ну, здесь, как бы, ну, вопрос, как правило, то есть, он, как правило, уходит намного глубже, чем можно там примитивно посмотреть. Вот, там, каменный век, там, то есть, там, две двери, то есть, там, можно было там поставить, за, там, 700 гривен, там, датчик какой-то, там, и он, там, будет срабатывать от замка. То есть, я уже сказал, что, ну, предназначение, то есть, первой двери, не только в том, чтобы она срабатывала, то есть, предназначение первой двери, это в том, чтобы нельзя было изучить вторую и нельзя было повредить вторую то есть вот это очень важно поэтому что такое вот эта дверь возвращаясь к этой двери то есть это цилиндр максимального уровня защиты замок полотно замка максимального формата защищенная каленом металлом максимально возможной толщины то есть это только один замок второй замок это чиза lps чиза якобы защитой от отмычек ну вернее система блокировки при работе отмычками который также защищен 12 миллиметров и калеными пластинами и на котором еще в дополнение установлена фирменная накладка чиза пиновая пиновый цилиндр так называемый то есть чтобы ввести ключ в сам замок вот эту в чизу нужно вначале пройти секретность пиновой накладки и уже только потом если она совпало попасть в основной замок значит и который также защищен броненакладка монолит но дальше у нас переходит вот этот внутренний контур ригельной системы он работает от дополнительного поворотника здесь установлен дополнительная система которая работает внутри от поворотника работает уникального который был будет вытащен специально по данный экземпляр двери а с внешней стороны работает от цилиндра облой протек 2 казалось бы вроде бы ну такой огромный бюджет вот реально то есть ну бюджет один только цилиндр это стоит 15000 но здесь как бы пиновая броня там 200 там евро то есть вот эти броненакладки там по там условно там сколько бы не стоили ну короче говоря пластины которые нигде там ну не купишь такой толщины то есть но говорить о их цене как бы вот это все можно спокойненько прийти и повредить то есть вот это как бы ну и вот человек которого бюджет на дверь гораздо выше на несколько порядков выше чем две отдельные двери которые якобы ком каменный вехту ставят две двери то есть уязвимость данного дверного блога намного выше то есть человек может как минимум получить скажем так такой прикол что он пришел скажем так и не может попасть себе зовут такую двери еще второе то есть это то что он не может принципе уйти из дома то есть но может и получить можно испортить так что человек не сможет покинуть квартиру он будет сидеть как сторож и ждать пока там скажем так ну то закрыть дверь он не сможет то есть но она будет повреждена настолько чтобы выйти там закрыть и уехать то есть ну даже такую супер классную супер дорогую дверь не будет возможности поэтому естественно естественно то есть в данном как бы экземпляре не все защиты которые перечислил здесь еще установлена уникальная броня то есть на вот этот замок который приводит действие ригельную систему уникальная броненакладка при помощи которой решено перекрытие ключевого отверстия к вот этому центральному замку который управляет серийная система внутренним то есть он установлен во внутреннем контуре к нему уже не добраться нельзя не болгарками не резаками то есть но это это на абсолютном удалении замок который находящийся в нем стоит цилиндр облой протек 2 в нем стоит уникальная броня монолит в которой установлена блокировка от двух замков то есть закрываете один замок вы перекрываете ключевое отверстие вот этого замка который вы не вынесен во внутрь и закрывая второй замок вы перекрываете еще дополнительно вот это ключевое отверстие которое закрывает внутренний контур вот такой вот как бы но чудовищный уровень защиты которые там но не соизмерим скажем так но с двумя дверными блоками там как оптима и даже и монолит сигнализация то есть это она решает много безусловно то есть у нас периодически поступали заказы по тому что там людей взломали нужно приехать как бы что-то восстановить что-то усилить либо там слава богу не успели еще сломать просто мы занимаюсь усилением дверей то есть у нас очень большая статистика ну за за те годы когда мы занимались этим то есть мы плотно занимались эти там порядка четырех более чем четыре года вот именно такого направления усиления дополнительной защиты и и особенно восстановление после взлома таких направлений мало кто занимался этим поэтому мы были но одни из немногих и у мы получили очень большие знания вот с точки зрения как бы взломов дверей мы получили большие то есть ну благодаря тому что мы очень часто сталкивались такими случаями и мы вот именно особо на удивление то что я запомнил на всю жизнь это то что вот допустим 13 14 год то есть ну это такое было бездействие правоохранительных органов то есть но буквально смысле то есть я там приезжал на скажем так на оценку там вот именно степени повреждения двери то есть то что там с ним можно сделать то ли надо было забирать на производство то ли это делать по месту то через дорогу там от отдела милиции то есть ну вот отдел милиции через дорогу то есть я вскрыта там одна либо несколько квартир то есть И при этом на сигнализациях стояли двери. Такого понятия как, то есть стопроцентная защита, то что дверь стоит на сигнализации, такого естественно в то время не было. И дай бог, чтобы то время никогда не пришло, но дверь она не рассматривается на какой-то период, год, два, то есть пять лет. Дверь рассматривается, все изделия, которые мы делаем, мы всегда рассчитываем, ну вот люди там покупают дверь, которая уже в буквальном смысле может быть уже морально устаревшая. Либо она там ставится и там человек сталкивается с тем, что там через год он понял, что там тот замок Матура, ну это реально уже, то есть его там можно купить за 100 евро ключи, и он сам его откроет без навыка, или его ребенок вообще в принципе откроет этот замок. Поэтому мы всегда стараемся делать перспективные решения. Перспективные решения как с точки зрения защиты, так и с точки зрения того, что мы вот все стараемся делать, чтобы это реально было, как говорится, и детям осталось, то есть а то и внукам перешло. Как правило, ну человек, заказчик сам себе подбирает тот уровень защиты, и он, то есть, ну должен услышать все там возможные варианты по этим уровням защиты и по тем сценариям, которые могут произойти. Вот две двери это как бы идеальный вариант для большинства людей, то есть кому не придут там с газовыми языками, болгарками и все таким. То есть того набора инструмента, которого бы вполне с головой хватило, чтобы вот тут дверь, которая там две дверные блока, либо их четыре выставить в ряд, то есть того набора инструмента, его бы хватило, чтобы разобраться с этими четырьмя дверными блоками, выставленными в ряд, то есть даже там невзирая на то, что там охрана приедет, не охрана, то есть, ну, то вот такой дверной блок один, он будет держать эту группу людей, то есть тем набором инструментов она в принципе, то есть, ну эта группа людей, она не попадет за эту дверь. Поэтому, ну, а если взять там какой-то инструмент, который разберется с этой дверью, он все равно будет, это время будет измеряться в часах, а не в минутах, там, в десятках минуты. Если как бы, ну, рассчитывается, ну, допустим, если это какой-то заказчик очень серьезный, то у него, понятно, приезжает, ну, это расчет производит его служба охраны, начальник охраны, то есть он уже на опыте, вот таком же опыте, который там, он прекрасно знает, ну, сколько занимает злом той двери, то есть, сколько там охрана приедет, не приедет, то есть, ну, какая, ну, вообще может быть, ну, какая может быть охрана, допустим, если, допустим, это какой-то либо чиновник, либо начальник какой-то крупнейшей корпорации, то есть, ну, как он может положиться на какую-то охрану там, которая там приедет. Поэтому здесь как бы уровень защиты, он рассчитывается, понятно, его можно считать рационально, либо нерационально, либо с какой-то перспективой, либо вообще, то есть, без перспективы, а уже купить, скажем так, уже седовласового, скажем так, младенца, то есть, дверь новая, а уже, скажем так, она реально устаревшая. Поэтому с этим так. Ну и напоследок, такое небольшое, скажем так, такая затравочка небольшая, это из семейства Мускул дверь, то есть, очень мощная, с колоссальными защитами, как от взлома, от вскрытия, то есть, по всем, по всем, то есть, здесь будет стоять цилиндр EVO MCS, то есть, здесь как бы все будет по максимуму. И, кроме всего прочего, во внутреннюю панель будет интегрирован вот этот экран, то есть, это домофон, IP-домофон, который будет интегрирован во внутреннюю панель, который будет выведен полностью автономно на пульт, то есть, и на нем будет, к нему будет подсоединено две камеры, То есть одна камера это будет выводить информацию с общей двери, та которая с лифтовой. И вторая камера, которая уже непосредственно снимает информацию о том, что происходит перед квартирой, то есть перед дверью. Возможно еще будет добавлен электрозамок, то есть управление электрозамком. Но этот электрозамок будет добавлен не для того, чтобы добавить какую-то дополнительную защиту, а просто для удобства. Так как один из электрозамков в любом случае будет интегрирован к этой системе, потому что тот, который расположен в лифтовой. Если вам нужны будут двери, либо сейфы, обращайтесь, приезжайте в городе Киеве на улицу Вискозная 3Б. С удовольствием вам все покажем, расскажем. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова